Видите, нам очень повезло с погодой для этого времени, для лета. Очень необычная погода, солнечная, ясная. Это не случайно, потому что у нас сегодня греческая пятница в Петергофе. Как вы знаете, 2016 год — это перекрёстный год Греции в России и России в Греции. И в Петергофе, конечно, эта связь, она особо читается, особо очевидна, потому что, конечно, в Нижнем парке это связь с античной Грецией, о которой даже не надо объяснять. Но и, кроме того, в парке Александре это весьма неожиданная параллель с современной Грецией, с Грецией, которая существует после 1829 года, после независимости. Это Ольга Константиновна, королева Греции. И в честь неё мы сегодня проводим греческую пятницу и открываем баннерную выставку. О выставке расскажет директор Музея-Заповедника Петергоф Елена Яковлевна Кальницкая. Аплодисменты. Друзья, дорогие коллеги, действительно, сегодня в Петергофе греческий день, и мы сегодня представляем вам историю и судьбу. История, которая нам стала известна не так давно. И судьба, которая на виду у всех, судьба греческой королевы Ольги, которая выросла здесь, в этом удивительном мире, в этом удивительном парке, в удивительной семье. Её отец, великий князь Константин Николаевич, один из сыновей императора Николая I, рос в Александрии. Здесь есть у нас небольшой адмиральский домик. Поэтому эта девочка такая красивая, такая трепетная. Она вот эти петергофские просторы и петергофские красоты впитала с детства. И когда судьба ей подарила возможность стать королевой одного из крупных европейских государств такой страны, с такой историей, с такой античной культурой, она сделала это, она была счастлива в этом браке. У неё родилось семеро детей. Она была очень любима греческим народом. Она очень много сил положила для процветания этого народа. Она дружила со всеми греческими моряками в порту Пирей. Она организовала в Греции госпитали. Она организовала кладбище для моряков. Она организовала очень много всего, что связано с благотворительной деятельностью. Но, тем не менее, всё равно, живя в Греции и живя так счастливо и успешно, она помнила Россию. Она помнила Петергоф. И вот, когда настало время строить королевский дворец Татой, недалеко от Афин, она отправила греческого архитектора сюда, в Петергоф. Он увидел, у него была свобода выбора, он увидел петергофские дворцы. И выбор его пал, конечно же, на фермерский дворец, потому что это дворец дедушки, это дворец императора Александра II. И вот архитектор повторил весьма узнаваемые черты. А потом ещё на Крите построили часовню, напоминающую одно из культовых сооружений здесь, в Петергофе, в окрестностях Александрии. Я думаю, что если мы когда-нибудь ещё более пристально будем изучать архитектуру Греции, мы найдём ещё параллели и аналогии. Вот такие человеческие связи, вот такие зримые моменты, я бы сказала, знаете, какая-то трансформация любви. И когда мы узнали эту историю, мы первым делом отправились в греческое консульство. Нашим посланником была наш замечательный добрый друг Людмила Дмитриевна Фомичёва. Она представила нас греческому консулу и мы были уверены, честно вам признаю, что Греция заинтересуется выставкой из фермерского дворца в Петергофе. Но сейчас ситуация непростая, экономический кризис, Греция сегодня страна небогатая. Греция не смогла принять нашу выставку и нашу распахнутую душу. Но тем не менее мы решили, что всё равно об этой истории мы расскажем сами, расскажем, может быть, такими достаточно скромными средствами. И вот эти щиты, стенды, или как у нас их называют, баннеры на аллеях Александрии, они ведь расскажут очень многим. Здесь бывают тысячи людей, и они узнают эту удивительную историю, такую романтическую, такую трогательную, такую человеческую. Надо сказать, что греческая королева Ольга, во-первых, она была красавицей, достаточно много её фотографий, вы здесь увидите. Она, в принципе, в конце жизни осталась без мужа. Мужа убили, он трагически погиб в результате террористического акта, погибли дети. И она вернулась сюда, в Россию, она вернулась сюда, в Петергоф. Она жила в Константиновском дворце, в Стрельне, во дворце своего брата, великого князя Константина Константиновича, того самого знаменитого поэта Каэр. То есть совсем близко, совсем вот рядом с этим местом. Она жила в зрелые годы, и завершился её жизненный путь в Италии. Она в самом конце жизни переехала в Рим, жила в Риме последние годы, была похоронена во Флоренции. И совсем недавно её останки были принесены вот к этому дворцу Татой, который как раз является белизнецом фермерского дворца. Там она похоронена. И вот я сегодня читала в интернете, и мне было очень приятно. Я открыла Википедию, там есть такая графа «Назначение зданий». Я прочитала. «Будущий музей». Это значит, всё-таки греческое правительство, Греция, намеренные музеифицировать этот дворец, он в плохом состоянии, в сложном. Но, как впрочем, довольно много наших памятников кругом также точно стоят и сегодня заброшенные, и необихоженные. Но я думаю, что у дворца Татой большое будущее. В парке стоит скульптура Евгения Лэнсере Сокольничей, стоит и по сей день. Ну, а здесь у нас в Петергофе в течение года будет вот эта выставка, которая расскажет многим и многим тем, кто приходит сюда отдохнуть, погулять, да и приобщиться к истории, истории греческой королевы Ольги. Я благодарю всех своих коллег, которые участвовали в создании этой выставки. Казалось бы, работа небольшая, а вместе с тем работа и архивная, и дизайнерская. И я хочу, чтобы руководитель выставочного департамента, Анна Владимировна Лешко, сказала несколько слов о тех наших коллегах, которые занимались вот этой работой. Я благодарю вас, что вы сегодня с нами. У нас сегодня небольшая программа. Когда вы познакомитесь с выставкой, мы все вместе отправимся в фермерский дворец, и мы вам презентуем сегодня нашу новую научную работу. Первый тон генерального каталога Музейного собрания Петербург. Это для нас тоже очень знаковое событие. Каталог посвящен скульптуре, скульптуре Нижнего парка. Это античная скульптура, поэтому связь с Грецией прямая. Эти два события мы объединены не случайно. И дальше вас ждут греческие яства, которыми нас угостят. Об этом я расскажу немного позже. И греческие танцы. Анна Владимировна, пожалуйста. Спасибо, Елена Яковлевна. Конечно, вы правы, выставка небольшая, но это усилие практически всего коллектива Государственного музея и заповедника Петергов. Когда мы от пространства и времени получаем заявку на выставку, посвященную году России и Греции, мы должны на нее всегда ответить. И в первую очередь спасибо Елене Яковлевне Кальницкой, которая придумала, сформулировала идею этой выставки. Вспомнила Ольгу Константиновну, вспомнила Татой. И такая блестящая основа для наших дальнейшей работы была положена. В первую очередь в основе баннерных выставок наш фотоархив. И спасибо фондовой службе, Нине Аркадьевне Федюшиной, которая подбирает и формирует вот этот визуальный ряд. Спасибо нашему научному отделу и Петру Павлу Владимировичу, который работал в архивах и приобщил к этому материалу еще целый пул документов. Выставочный отдел выдвинул куратора Марию Ябдокимову, которая связала деятельность других наших служб. Всегда наше спасибо Вагану Сергеевичу Бабаяну, который монтирует и формирует эти конструкции. Дарине Добросолец вместе с Катей Андреевой сделали такой очень современный дизайн. И вы посмотрите, вот первый стенд — это цвета греческого флага. А дальше в основу каждого стенда заложены фактуры, которые напоминают нам о разных сторонах греческой культуры. Значит, первое — это море, дальше оливковый цвет, цвет песка, цвет неба. То есть мы так к греческой культуре на интуитивном уровне обратились. Спасибо всем за помощь и приглашаю внимание этой выставки. Дорогие гости, вы сейчас ознакомитесь с выставкой. После этого мы двинемся по аллее, в сторону Ферберского дворца, поговорим о каталоге. Сегодня мы вам еще с удовольствием показываем наш новый музей «Петербургские дачники», который открыт буквально несколько дней назад. В этом музее вы можете посмотреть совершенно замечательный фильм. Вот на открытии выставки у нас были почти все его персонажи, а здесь сегодня с нами только Борис Валентинович Аверин. Вот фильм «У недели», его уже посмотрело на ютубе столько народа, и такие добрые отзывы, и такие, в общем, теплые слова. Я вам очень советую посмотреть этот фильм, вы получите истинное удовольствие. Итак, выставка и потом по дороге в фермерский дворец. Борис Валентинович Аверин. Борис Валентинович Аверин. Борис Валентинович Аверин. Борис Валентинович Аверин. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»